соберись тряпка всем привет меня зовут маша и я решила снять для вас видео которое должно помочь вам не только изменить ваш взгляд на ваш гардероб уже существующий но также не совершать ошибки при покупке новых вещей сэкономить время быть более осознанным и не покупать то что вам не нужно давайте перейдем сразу к списку чтобы не тратить ваше время драгоценное и первое что я выделила в таких себе анти трендах это логомания все вы знаете что еще буквально год назад логомания была на всех подиумах футболки все были с надписями gucci dolce gabbana иногда gabbana dolce если куплено где-то не будики вот сейчас это вышло из моды какая альтернатива самые обычные футболки как сейчас на мне я кстати предпочитаю с удлиненным рукавом обратите на них внимание они смотрятся намного более стильно особенно в холодную погоду вот и мне очень нравится футболки структурированные то есть таким из плотной ткани с видным плечом с хорошей линии плеча они смотрятся намного богаче скажем так следующая вещь которую я бы советовала вам не столько отложить до лучших времен потому что я надеюсь что эти лучшие времена не настанут и эта вещь не вернется в наши гардеробы но я бы советовала вам отдать их младшей сестре отнести на переработку или оставить в случае если вы любите какие-то танцы high heels ну или для фотосессии это микро шорты и у меня такие есть и они лежат на полке без дела уже четыре года из них выскакивает попа и это смотрится чересчур сексуально вызывающе как по мне может быть я уже старухой просто стала не знаю вот и я конечно обращаю внимание на попы проходящие на улице в этих шортах но у меня это не вызывает никаких положительных ассоциаций обратите внимание что мини юбка например та же она появилась в во времена военные когда ткани не хватало и вот именно короткая длина это всегда показатель несостоятельности скажем так ни в коем случае не хочу чтобы вы рассматривали да это с точки зрения денег но в общем и целом всегда намного более эстетически приятно женственно и богато смотрится длина длиннее какую альтернативу я могу вам предложить из более таких летних вариантов возможно вам пригодится возможно кто-то зимой собирается улететь это вот такие вот шорты бренда massimo duty я их правда покупала давно не факт что вы их найдете чем они хороши тем что они с высокой посадкой расклешенные к низу и в принципе обладательницы любой фигуры будут выглядеть в них красиво конечно же шорты бермуды у меня тоже в джинсовом исполнении вот такие бренда ksenia schneider но на осень я бы советовала вам обратить внимание на кожаные варианты на варианты шерстяные следующая вещь которую я бы советовала вам отложить или с осторожностью подходить к сочетании ее в ваших образах это рваные джинсы наверняка многие из вас слышали что они уже не так актуальны че они не актуальны как были раньше но это не значит что их нельзя интегрировать в ваш гардероб например в одной из последних своих передел переодевавших в инстаграм я показала рваные джинсы бренда be free по моему но они были в форме бананов а эта форма сейчас актуальна то есть скажем так тренд на бананы немножечко сократил неактуальность рваных джинс и также я совместила их с яркими синими туфлями которые тоже достаточно актуальны яркий неоновый цвет из базовой футболкой то есть эти две вещи они немножечко скрыли то есть эти две вещи они немножечко скрыли неактуальность рваных джинс и сама форма джинс тоже помогла в этом так что да но что касается актуальных максимально актуальных джинс на этот сезон при покупке чтобы вы обратили внимание это джинсы белого цвета это джинсы бананы как я уже сказала и это джинсы с элементами варенки как это сейчас называется если у вас вдруг таких нет то на ютюбе еще с 2002 осталось много много уроков как самим сделать себе джинсы варенки можете посмотреть следующую вещь которую я бы вам советовала спрятать это жакеты тряпочки так называемые не структурные жакеты жакеты в которых не видно четкая геометричная форма плеча вообще для чего изначально был создан жакет он был создан для того чтобы окаймить вас вот как оправа нужна для очков или для бриллиантов бриллианты неприятнее говорить вот точно так же жакет он окаймляет нашу фигуру и он должен быть структурированным в нем должна быть видна геометрия вот такой вот жакет тряпочка у меня был в школе он был темно-синего цвета еще он был у многих девочек еще тогда мы подкасывали рукава и там была такая знаете в полосочку подкладка атласная а я я думаю что вы понимаете о чем я говорю вот эти жакеты сейчас да и в принципе никогда выгодно не подчеркивали фигуру они очень странно всегда смотрелись на рубашках потому что зачастую они еще из сделаны из трикотажа и рубашка комкается под этим жакетом и этот жакет сверху тоже комкается он совершенно не держит форму продолжая тему массовых вещей из 2005 2007 даже 2010 я вас умоляю во-первых не покупайте во вторых старайтесь избегать если уже у вас есть эта вещь в гардеробе тонкий кардиган из тонкого трикотажа зачастую они еще знаете такой длины по колено без всяких там пуговиц иногда бывают с пуговицами они вот таких кремовых бежевых оттенков какую замену им найти конечно же объемные кардиганы крупной вязки у меня такой есть от бренда т-моско специально сходила чтобы вам показать вот вот такой кардиган во первых он миди длины но это не столь важно есть кардиганы такой же вязки до середины бедра которые актуально очень смотрятся важно то что он должен он должен быть вот таким что берешь в руки маешь вещь таким чтобы можно было его положить вместо подушки или даже накрыться им следующая вещь которая потеряла свою актуальность это пальто длиной по колено такие пальто есть у всех и вы все сейчас такие маша что-то несешь я ни в коем случае не заставляю вас их выкидывать это как минимум глупо потому что пальто мы с вами зачастую покупаем на несколько сезонов у меня например пальто есть которое мне служит верой и правдой уже около восьми лет семи оно было с мехом который я кстати отрезала даже не отстегнула потому что сейчас мех вот именно на воротниковой зоне не совсем актуален вот и конечно я не буду выбрасывать это пальто к чему я говорю к тому что если вы собираетесь покупать новое пальто то обратите внимание на длину по щиколотку то есть чтобы щиколотка была видна но при этом она была длиннее чем по колено следующая вещь которую я бы вам советовала отложить продать или отдать подружкам которых вы не сильно любите это такие себе романтические свитера что я имею ввиду когда говорю об этом это свитера с хомутами вот такими знаете которые немножечко открывают шею но при этом они смотрятся как-то несуразно еще очень часто этих хомут и можно спустить на плечи и оголить эти плечи это уже не актуально опять же свитера изначально идущие с голыми плечами тоже не совсем в тренде сейчас и свитера с такими рукавами фонариками то есть вся вот эта тема с романтизмом с голыми щиколотками сейчас это не совсем в фаворе у модниц поэтому когда будете покупать новые свитера обращайте внимание на оверсайз обращайте внимание на простые понятные формы на прямые рукава на длину до середины бедра не берите свитера которые внизу знаете с резинкой вот пусть они имеют такую простую ничем не обремененную форму следующая вещь которую я бы вам советовала отложить если она уже есть у вас гардеробе или ни в коем случае не покупать это вот такие вот юбки это юбки уже наверно лет пять я покупала ее в zara про что я говорю как в чем здесь заключается анти трендовость вот в этом замке посередине еще вместо этого замка могут быть пуговицы также такая юбка может быть в кожаном исполнении в трикотаже может быть может быть в шерсти в принципе в любом тканевом исполнении она может быть и что же нам делать с такой юбкой желательно не носить желательно не покупать я недавно девочку видела сделала в кафе работала увидела на ней красную кожаную юбку вот с этими пуговицами посередине и у меня такое типа сразу ассоциации как это не стильно не знаю почему но у меня вот например есть юбка бренда нейв по моему я снималась не в кампейне они подарили мне юбку вот здесь есть пуговицы она из льна черного цвета она миди длины более того это все-таки такой более летний даже пляжный вариант поэтому здесь это допустимо вот так последняя вещь которую я бы вам советовала кстати говоря именно отложить потому что я уверена что эти вещи еще к нам вернуться возможно даже в таком исполнении в котором они есть сейчас это кружево и гипюр не спрашивайте меня откуда в моем гардеробе это платье оно прозрачное но на самом деле оно шло знаете с таким комплектом белья с высокими трусиками и топом в стиле кайли дженнер и ким кардашьян кто там еще такое носит все не актуально причем я как чувствовала и ни разу не надела это платье вот конечно это уже 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 все если предыдущий вариант я спрятала с глаз долой и пытаюсь не вспоминать об ошибке своей юности как я умудрилась его купить то вот такие варианты бренда self-portrait зацепилась конечно же я выбрасывать не буду я просто их отложу или же буду носить их правильно что значит носить правильно к этим платьям нужно подобрать такие себе минималистичные ультрамодные аксессуары например босоножки в стиле ботега вената такие с какими-то переплетениями какие-то минималистичные сумки возможно даже какой-то острой геометричной формы тогда конечно эти платья они будут уместные и их романтичность немножко сгладится так ну что в принципе мой список вещей которые всем нам стоит отложить или отдать или продать закончился опять же хочу еще раз сказать что я ни в коем случае не хочу никого обидеть я просто хочу быть максимально полезной и говорю только лишь с своей точки зрения кстати напишите мне в комментариях согласны ли вы с тем списком который я сегодня вам подобрала озвучила и нашли ли вы эти вещи у вас гардеробе и готовы ли вы с ними расстаться сэм уже пришел не буду вас томить и себя томить пойду обниматься целоваться и завтракать очень хочу есть пока а мы обложку еще не сделали для этого ответ вопроса давай нет он спрятался спрячься где все скажи папа скажи 1 2 3 и и Субтитры сделал DimaTorzok